Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции цифры статистики. С начала года только в столице на пожары ИЧС спасатели совершили уже более 3000 выездов. На пожарах 15 человек погибло, 65 человек, из которых двое детей, пострадало. Силами МЧС 305 человек удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Подробности о происшествиях ушедшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Начало недели выдалось без происшествий, а вот днем во вторник на пожаре в столице чуть было не погиб 80-летний пенсионер. В квартире одной из девятиэтажек по улице Бельского произошел пожар. Очаг возгорания находился на кухне. Что спровоцировало его, пока неизвестно. Хозяин квартиры с отравлением угарным газом госпитализирован. А спасателей вызвали соседи. Пожарные ликвидировали возгорание за считанные минуты. Двумя часами позже спасателям поступило сообщение о возгорании мусора в доме по улице Горовца. Когда бойцы МЧС прибыли на место, они обнаружили, что из мусороприемной камеры идет дым. Пожар разыгрался там на площади в 2 квадратных метра. Спасатели оперативно побороли пламя. Правда, еще до приезда сотрудников МЧС из горящего помещения прохожий вытащил мужчину и его даму. Оказалось, что в столь пикантной обстановке пара праздновала 60-летие пенсионера. Возможно, компаньоны закурили, а после, будучи уже изрядно подвыпившими, забыли потушить сигареты. Как итог, ожоги 31% тела у мужчины. Он был доставлен в больницу. Его спутница не пострадала и от госпитализации отказалась. Минск чрезвычайный. Также в этот день, но уже вечером, неосторожное обращение с огнем стало причиной еще одного пожара. На этот раз на улице Симашка горела хозпостройка. Спасатели застали стихию в самом разгаре. Пламя полностью объяло здание и с такой же скоростью его уничтожило. И хотя пожар потушили оперативно, от постройки осталось лишь несколько обломков и пепел. О ЧП сообщили очевидцы, но слишком поздно. К счастью, хотя бы в сарае на тот момент уже никого не было. Сейчас выясняется, кто мог устроить это возгорание. Середина недели прошла без серьезных происшествий, а вот в пятницу во время пожара из многоэтажки эвакуировали 11 человек, двое из которых дети. Пожар произошел вечером в 16-этажном доме на улице Ландера. Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире. Оперативно прибывшие бойцы МЧС спасли хозяина. Мужчина с предположительным диагнозом термоингаляционная травма, отравление продуктами горения и алкогольным опьянением был доставлен в учреждение здравоохранения. Квартира закопчена. В ней повреждены диван, постельные принадлежности и деревянный пол. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Виновник – хозяин квартиры, который предположительно находился в нетрезвом состоянии. В воскресенье в 9 утра на АЗС по улице Академической загорелся Мерседес. Расчет МЧС прибыл на место и справился с возгоранием в считанные минуты. Уже на месте вызова спасатели установили, что загорание в моторном отсеке легкового Мерседеса предположительно произошло в результате короткого замыкания электропроводки. Стоит отметить, что машина 2001 года выпуска. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек, капот, панель приборов и покрытие кузова. Минск чрезвычайный. Ну что ж, о происшествиях на этом все. Единственное, хотелось бы напомнить, что Минское городское управление МЧС в период с 13 по 28 ноября проводит республиканскую акцию «Не прожигай свою жизнь». Акция направлена на предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. По статистике, 90% погибших на пожарах находились в нетрезвом состоянии и курили в постели. В рамках акции в общественном транспорте города, на промышленных предприятиях и организациях, в вузах и СУЗах столицы спасатели еще раз обратят внимание граждан на необходимость соблюдения безопасности в своем жилье. А заключительный этап акции пройдет с обучающими викторинами, конкурсами и выступлениями звезд белорусской эстрады в торговом центре столицы 28 ноября. Приходите, будет интересно. Ну что ж, на сегодня это все. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Продолжение следует. Продолжение следует...